Добрый вечер! Что это был за брак в Кане Галилейске, когда и сам Господь пришел, и Пресвятая Богородица пришли поздравить молодоженов? И ученики, и апостолы все пришли. Действительно, есть такой момент Евангелия, где мы читаем о браке в Кане Галилейске, где Господь притворил воду в вино. И возникает вопрос, а как вот взяли, пригласили Господа, причем не одного его, а еще и учеников, и Матерь Божия там была. Но когда начинаем разбираться в истории этой ситуации, мы видим, что это был не случайный человек, который пригласил Господа, а был сын Иосифа Обручника, Симон Зилот, который был... То есть названный брат, получается? Да, названный братом, который был от первого брака с детьми Иосифа Обручника. Там несколько братьев было, Яков, Симон. И, соответственно, они не верили в Господа и считали его каким-то просто чудным. То есть они не понимали, кто рядом с ними находится. И когда он решил жениться, Матерь Божия, естественно, участвовала в организации этой церемонии брачной и в хозяйственных вопросах участвовала. И, может быть, даже по ее ходатайству Симон Зилот пригласил и Спасителя с учениками. И этим объясняется то, что она так свободно повелевала слугам, которые на этом пире прислуживали. Иначе, если они были просто гостями, почему слуги их слушались? Нет, она позвала слуг, сказала, сделайте, что он скажет. И во всем этом мы видим очень промысел Божий, явно выраженный, говорящий о том для нас, как бы такой урок показывающий о том, как надо слушаться. Прежде всего родителей, конечно, и Господа. Сам Господь не хотел творить чудо, но так как ему просьбу эту сказала его Матерь Пресвятая Богородица, он ей не отказал. Хотя и сказал, что мне и тебе, Жена, до них не пришло еще мое время творить чудеса. Тем не менее, Матерь Божия, зная, что он все равно, хоть и фактически был отказ на словах, она верила в своего сына и понимала, что он сделает. И поэтому сказала слугам, подойдите, что он скажет, то и сделайте. Господь им сказал, наберите водоносы водой и несите на пир. И слуги тоже, они на то и слуги, чтобы слушаться, они сделали ровно то, что им сказала и Матерь Божия, и сам Господь сказал. И когда эти водоносы были принесены с бывшей водой на пир, то человек, управлявший этой свадьбой, он сказал, какое хорошее вино, вы его сохранили, досели. Обычно хорошее вино сначала подают, а потом, когда уже упиются, уже похуже. Почему надо было это делать? Потому что, конечно же, для Симона Зилота, для Иосифа Обручника, для всех, кто был со стороны жениха и невесты, это было стыдно, если бы не хватило вина. То есть это был такой позор для семьи, и Матерь Божия, переживая за них, она обратилась ко Господу, потому что на тот момент уже никто не мог помочь, только сам Господь. И в этом мы видим тоже участие Пресвятой Богородицы и Господа в жизни, даже в таких вот простых вопросах, связанных просто с вином на свадьбе. Я уж не говорю, там, жизни, смерть, да, или там болезнь, исцеление, воскрешение, да. Здесь даже вот на таких простых примерах мы видим, насколько Господь к нам относится по-отечески в самых простых наших потребностях. Ну и, конечно же, через это эти братья уверовали во Христа, видя такое явное чудо. И Симон Зилот стал после этого учеником, и мученический погиб уже у нас, будучи в ссылке здесь, на юге России. Соответственно, и остальные братья тоже послужили Господу проповеди евангельской. То есть мы видим здесь, как бы решилось через это чудо множество проблем и вопросов, связанных не только с обычным вином, но и связанных с судьбами этих людей. То есть эти братья, повторюсь, они не веровали сначала в Христа. И если бы не было бы этого чуда, они, может быть, так и остались бы неверующими. Но Матерь Божия через это чудо их привлекла к Евангелию. Эта ситуация, да, история закончилась благополучно, все произошло как надо было. Но давайте рассмотрим другой вариант событий. И, например, как вариант, они, слуги, отказываются наполнять водой или не до конца, например, располняют. Не все сосуды наполняют, а один или наполовину наполняют. Или отказываются нести сосуды к распорядителю пира. Вот в таких случаях Господь бы все равно совершил бы чудо? Ну, конечно, мы за Господа не можем решать, сделал бы он то или иное. Но, я думаю, просьба Матери Божией была бы исполнена в любом случае. Но если бы они наполнили не все водоносы, а только один, вина бы опять не хватило. Если бы они, так сказать, наполовину послушались. Если бы они совсем не послушались, сказали, а что вы тут командуете, да, у нас есть вот жених, вот мы его и будем слушаться. То чудо, конечно, бы не произошло, потому что участие людей необходимо в любом чуде. То есть вода-то должна быть налита была в водоносы. Не Господь же ее наливал бы, а слуги должны были исполнить это. И тогда бы чудо не произошло. Хотя Господь готов был исполнить это чудо. И так как послушание было исполнено, послушание превыше поста и молитвы, мы знаем от святых отцов, что послушание – это первое из добродетелей христианских. И если человек послушается отцу и матери своей, то благо и долголетие Господь обещает, почитает, если человек своих родителей. Если же человек слушается самого Господа, то благо долголетия не здесь, а еще и в вечности добавляется ему. Поэтому, конечно же, это послушание не могло быть нарушено. И все это произошло именно так, как Господь и предусмотрел. Удивительным образом по промыслу Божию это произошло. Кроме того, это еще и показывает благословение Божие на сочетовании, на создании браков. Потому что были многие течения религиозные, которые отвергали брак, в принципе. И говорили, что это нечистое жительство, что нужно жить, если человек хочет духовно развиваться, то только без семьи. И вот только таким путем двигаться, монашеским. Здесь же Господь, благословляя брак, показывает, что и этим путем можно спасаться. Ну и благословение здесь тоже обозначает как венчание. Да, мы теперь, этот кусочек Евангелия зачитывается во время венчания. И этот, так сказать, опыт благословения брака с самим Господом, он перенесся в таинство венчания, которое, конечно же, все, кто живут с семейными узами связан, живут в семьях, должны обязательно совершить. Повенчаться обязательно, чтобы Господь благословил ваш брак. Без этого брак несовершенен. Да, на празднике в Кане Галилийске были абсолютно разные люди, да? Те, кто верил Господу, но не делал, например, ученики, да? Кто не верил в слуги, но сделал. И были те, кто и не верил, но в итоге все получили прекрасный напиток. Да, удивительным образом Господь вот так распределяет роли, и каждому дает свою какую-то часть понести этого послушания. Потому что все, естественно, промышляет и сотворяет Господь, но тот или иной человек, он может частичку из этого общего дела взять на себя. Ну, даже вот про другое Господь говорит, про сотворение, спасение душ человеческих. Он говорит, кто-то сеял, кто-то пахал, а кто-то пожинал плоды. Вот апостолы сеяли и вспахивали Ниву Божию, да, и проповедовали Евангелие. А потом пришли времена мучеников, которые еще и защищали это насаждение, да, апостольская церковь Христова. А мы сейчас пожинаем плоды, потому что мы живем спокойно в церкви и пользуясь теми таинствами, теми дарами Божьими, которые вот некогда это все творилось руками апостольскими, да, потом мученическими, это защищали мученики. Потом от ересей сохраняли святые отцы на Вселенских соборах. То есть там множество участников создания церкви, Всемирной Православной Церкви произошло. И, конечно же, мы тоже участники в той или иной степени вот этого события в тысячелетних таких масштабах. И мы тоже что-то делаем. Кто-то сейчас восстанавливает храмы, кто-то молится, кто-то воспитывает детей в православии, кто-то просто ходит в храм и этим уже тоже поддерживает веру и в себе, и в своих близких, и в церковь поддерживает. То есть каждый свою лепту вносит, и из этого, из этих капелек складывается поток такой вот церковного жительства. – Святыецы говорят, что более глубоко надо рассматривать эту фразу. Все, что Он вам скажет, то сделайте. Эта фраза не только к тем, кто был на браке в Кане Галилейской, но и для всех нас. То есть о послушании Господу Иисусу Христу, вот это нам осталось заповедь Богородицы. Что же говорит нам Господь? Что нам надо исполнить? – Господь нам говорит, ну, мы все, читая Евангелие, видим, что, когда Его спросили, каковы же заповеди, да? – Возлюби Господа всем сердцем, всеми мыслями, всеми чувствами. – Всю душой, всеми силами. – Всеми силами своими. Возлюби Бога. Это первая заповедь. Вторая заповедь – возлюби ближнего своего, как самого себя. Вот то, что Господь нам говорит, если брать в общем, так сказать, в стратегическом плане. Если это разбивать на частные моменты, то не убей, не укради, не прелюбосотвори. Это относится к второму сослагающему члену этих заповедей, то есть возлюби ближнего. То есть не делай ближнего ничего, что бы ты не хотел, чтобы тебе сделали. А к первому – это то, что мы читаем из десяти заповедей законов Моисея. Это все, что касается отношения человека с Богом. Это чтобы у тебя не было других богов, это чтобы ты поклонялся единому Богу и прочее. Вот эти первые четыре заповеди. То есть возлюби Бога. Их тоже можно разбить на частички. Не сотвори себе кумира и прочее. То есть мы видим, что каждый из нас все это знает, все это слышал, может быть, и читал. Но здесь, вот в этой конкретно евангельской повествовательной истории, мы видим, что мало знать надо еще исполнить. Потому что если бы, повторюсь, слуги не налили бы воды, водоносы, то и не было бы и вина. Хотя бы они знали, что вот, да, нам говорили, да, мы знали, что вот надо бы сделать, но не сделали. Вот то же самое сейчас многие люди также живут в мире и знают, что надо делать, но не делают, к сожалению. Поэтому мало знать, надо исполнять. И в этом как раз послушание. Послушание Господу, послушание апостолам, послушание церкви. Просто послушание даже своим родителям. Это уже входит в ту естественную конструкцию, которую Господь сотворил в этом мире, в мире, где младший подчиняется старшему. В духовном смысле, в родственном смысле, в смысле властей в мире, на работе или еще где-то. То есть везде иерархия самим Богом создана. И, конечно же, ее надо обязательно воплощать в своей жизни. Но это, к сожалению, против этого и восстает человеческая самость, своеволие, гордость. И то, что человек часто говорит, а я сам знаю, как мне делать, зачем мне заповеди, зачем мне что-то. Я сам как верю, так и живу. И вот на этом как раз и происходит спотыкание. И падение человека в своеволие, гордыню, прелесть. И, что самое страшное, падение от Бога. Потому что через гордость и своеволие человек перестает слушаться Бога. А значит, не делает то, что угодно Господу. Ну, а то, что угодно Господу, да, все это прописано в Святом Евангелии. То есть можно, как простой пример привести, если человек хочет научиться водить машину, он должен знать правила дорожного движения, куда ему приехать. Точно так же, как нам спасти смысл жизни человеческой. То есть все правила, все законы написаны в Святом Евангелии. Для этого нам надо изучать его. Ну, действительно, то, что вы говорите, это такие как бы аксиомы жизни. То есть где бы мы не прикладывали свои силы, прежде чем посадить картошку, или заняться ракетостроением, или, не знаю, микробиологией, вакцины какие-то делать. То есть везде есть свои заповеди, есть свои аксиомы, которые нужно изучить. И потом от них отталкиваясь, начинать двигаться в этом направлении. И здесь точно так же, не зря святые отцы называют православие, наука из наук, искусство из искусств. Высшее из человеческих деланий – это вера, это церковь, это спасение своей души. Здесь тоже Господь, зная наше устроение, Он также выстроил вот эту науку спасения души человеческой, поставил заповеди, дал Евангелие, дал молитвенные правила, дал церковные таинства, дал наставления апостольские или святых угодников. Для чего? Именно для того, чтобы человек, который ничего не зная, вот он родился человек в этот мир, он же ничего не знает. Он даже ходить-то не умеет, не то что там говорить, писать, или там математику какую-то там, высшие какие-то науки. Он во все это потихонечку входит через обучение, образование и копирование, можно сказать, через опыт своих близких, родных. Вот то же самое и здесь. Господь также выстроил такую лестнику, есть даже такая книга Лествица и Анна Лествичника, да, написанная. И по этой лестнике знаний, умений, опыта и внутреннего преобразования себя человек может подняться на небо. Но для этого нужно эту науку изучить, Евангелие изучить, изучить молитвослов, изучить историю церкви. То есть множество моментов, которые нам помогают переосмыслить свою жизнь, нам помогают понять истинные ценности и отбросить ложные ценности. Для этого Господь и пришел в этот мир, чтобы нас научить. Его учение заключается в Евангелии и в наставлениях церковных. Да, более того, надо отметить, что это не только удобный, это единственный способ спасения, да, следовать за Господом. Если Господь сказал, кто не имеет, кто не причащается тела и крови Христова, не имеет жизни, а люди сами себя отлучают, то есть это единственный путь, чтобы мы могли спастись. Ну да, тут как бы трудно представить, чтобы человек, придя в институт учиться, будучи студентом, начал обучать профессоров. Как надо там заниматься материаловедением или там математикой, или физикой, или химией. Наоборот, то есть младший от старшего получается. Вот здесь даже не старший из человека, сам Господь пришел и своим примером, чтобы мы могли подражать Ему, учиться на Его примере, своими проповедями, своим евангельским повествованием, Он показывает, рассказывает, объясняет, разжевывает на притчах, на каких-то ситуациях в жизни произошедших, как нам поступать. Если человек это отвергает, говорит, а я сам знаю, и мне не надо ничего, ну это можно сравнить с тем же студентом. Если он отвергает преподавателя в институте, то он ничему не научится. Он не сможет постичь инженерные или какие-то другие науки, а значит он не станет специалистом, а значит он не достигнет каких-то высот в той или иной области. Или как спортсмен, если он тренера не будет слушаться, то что, он на Олимпийских играх, что ли, будет выигрывать? То же самое и здесь, такая же аналогия. И мы видим, что те люди, которые, это уже из жизни, мы видим из нашего человеческого маленького, человеческой жизни что-то там 80 лет, чуть побольше или даже меньше. Но даже этот жизненный опыт нам показывает примеры тех, кто пошел по пути непослушания, кто пошел по пути отвержения заповедей Божьих, говоря, а я сам знаю, я атеист, у меня вот свое мнение, я знаю, как жить, я сам свою жизнь сотворю. И у меня на моей памяти огромное количество примеров таких людей, которые по своему или лене, или самомнению, или еще каким-то другим слабостям человеческим отвергли поучение церкви и Господа и погибли просто. Не только духовно, но и физически. О ком сейчас можно сказать, что он послушен Господу Богу? Ну, наверное, ни о ком, потому что мы в той или иной степени, кто-то в большей, кто-то в меньшей степени, отступаем все-таки от заповедей Божьих, так или иначе. Но все-таки, как апостол Лен Богослов сказал, есть грех к смерти, есть грех не к смерти. То есть так или иначе отступает всякий человек, нету безгрешных. Но дорожка-то есть. Но дорожка есть, и мы можем на ней оступаться, падать. Но Господь говорит, встань и иди дальше. То есть оступился ты, согрешил, отступил от моих заповедей, встань, покайся и иди дальше. То есть возьми этот урок как отрицательный урок, сделай выводы и больше так не поступай. Иди и больше не греши, как Господь говорил, ну, той же блудницей, чтобы не было с тобой что-то худшее. То есть мы видим в этом тоже любовь Бога к нам. То есть Он дает нам постоянно новые шансы на спасение. Он нас любит. И поэтому понимает, что мы из какого, так сказать, теста мы сделаны, что мы грешные, что мы от рождения матери в грехе зачаты, и, соответственно, содержим в себе семя тли, семя греховное. Мы не можем не падать. Но, тем не менее, мы можем с этим бороться и все-таки через падение, через ушибы, через какие-то ошибки двигаться в лучшую сторону, а не в худшую. Ну, я к чему веду? Чтобы сказали какие-то правила определенные. Например, есть вот заповедь. Шесть дней работаешь, седьмой идешь в храм. Кто на седьмой день входит в храм? Единицы, наверное, да? То есть в этом уже идет непослушание большинства людей, что храм отталкивают. А вне церкви, как святые отцы говорят, нет спасения, да? Кто милосерден к ближнему, кто никому не досаждает, не мешает жить, да? То есть вот такие основные правила. То есть живи с Богом, ходи в храм, причащайся и старайся помогать ближнему своему. Ну, действительно, мы ведь все знаем десять заповедей. Мы знаем, что плохо гневаться, плохо обманывать, плохо изменять супругам, плохо воровать, плохо материться, плохо пить да упитие, или наркотики, что еще хуже применять, плохо чревоугодничать. Вот эти все моменты, что такое хорошо, что такое плохо, мы знаем. Но мы себе говорим, да ладно, ничего страшного. Это среди верующих даже. Да ладно, я не попощусь, а Господь простит. Вот откуда эта уверенность? Вот фраза меня всегда умиляет. Откуда мы знаем, что Господь простит, если мы даже не каемся в этом? А если бы мы покаялись, значит, мы бы изменились, мы бы стали поститься. Сейчас очень модная такая среди людей пословица, поговорка, да? Она в каком-то, наверное, смысле-то и была правильной. О том, что ешь все, что угодно, лишь бы не ел людей. Вот люди теперь так вот себя оправдывают. Ну да, но это тоже оправдание. Но я здесь, опять же, покажу пример Господа. Ведь сам Господь постился в пустыне 40 дней. В пустыне жил, там еды-то нет вообще. Он с собой особо ничего не взял. Ни воды, ни еды. 40 дней он жил в пустыне. А ему-то зачем поститься? Он же безгрешный, он Господь, он Бог. Это нам надо поститься, чтобы у нас хоть как-то грехи подавить, страсти греховные подавить этим постом. Ведь пост – это вспомоществование нам же. Если мы не постимся, то в нас бурным светом начинают расцветать страсти, телесные, духовные страсти. И именно для этого пост нам их Господь и дал. Но мы говорим, нет, вот я в самой фразе, я буду есть что угодно, главное, людей не буду есть. На самом деле здесь же и противоречие. Назовите мне хоть одного человека, кто людей не ест. Ведь все едят людей. Что такое есть человека? Это не обязательно с ним драться или как-то ему делать плохое. Ты осудил человека, ты уже его ешь. Ты уже его кусаешь. Его место занял. Ты ему сделал, так сказать, осознанно, неосознанно что-то такое, что отодвинуло его от какой-то там ему положительной стороны жизни. А сам занял это место действительно. Вот ты опять его ешь. Ты умоляешь человека. Ну я-то умнее, а он-то не такой умный. Ты уже его ешь. Поэтому фраза «невозможно сделать второе без поста». Невозможно не есть человека, если ты не постишься. Вот это как дважды два четыре. Это не получится сделать без первого. То есть если ты хочешь человека не есть, ты должен побороть в себе страсти. Осуждение, гнева, раздражительности или какие-то еще зависти. То есть все, что в нас против человека наше естество выставляет. Но как их побороть? А побороть их только постом, молитвой и, конечно, таинствами. Если человек этого не делает, это ложь. Он сам себя обманывает, что я людей не ем. Как только начинаешь задавать вопросы у человека, а вот это делал, делал, это делал, делал, это делал. А оказывается, все есть у него. Он сам себе глаза закрывает, розовые очки одевает и таким образом пытается себя успокоить. Нет, так не получится. Да, сейчас у нас разговаривают о послушании. И, наверное, мы обязательно должны коснуться такой темы. Сейчас идет такой политический накал в стране. Какое-то разъединение людей. Часть какая-то начинает противоборствовать власти. Но есть, согласно апостольским посланиям, такая фраза, что мы обязаны быть в подчинении властям. То есть, каждая власть, она под Господом. То есть, Господь руководит. В каких случаях мы можем не подчиняться только власти? Ну, только в тех случаях, когда власть идет против заповедей Божьих. Когда власть восставляет человека, так сказать, совершенно в противоборство Богу. Тогда можно не слушаться власти. Если же это вопросы, ну, какого-то политического характера. Какого-то, как говорят, общечеловеческих ценностей, которые еще никто нам перечень их не дал и не оговорил. Да, и которые никто и не соблюдает. И все наши, так сказать, демократические страны, они точно так же держат и полицию, и армию. Для чего нужна армия и полиция? Только для подавления, соответственно, людей. Естественно, все это в большей степени обман, конечно, и манипуляция. И вот эти все политические разделения, они используются врагами. Врагами нашими, врагами нашего государства. Для чего? Для того, чтобы ограбить. Ведь, как говорят, рыбка в мутной воде ловится. А чтобы эта вода стала мутной, нужно замутить души человеческие. Чем? Вот такими раздорами, вот такими человеческими множеством, так сказать, человеческих мнений. Ведь каждый человек свое мнение имеет. И вот эти разделения... Демократия только в аду. А? Демократия только в аду. Да, это один из... Ян Корштадский вам сказал. Вот, соответственно, на небе там царство, там иерархия, там ангельские чины. Даже ангелы подчиняются один другому. Кто-то высший чин, кто-то низший чин. Даже среди ангелов есть послушание, подчинение. И все они, безусловно, подчиняются Господу. И друг другу подчиняются. Архангелы подчиняются Серафимом Херувимом. Ангелы архангелам подчиняются и так далее. А почему мы здесь должны никому не подчиняться? Непонятно. Вот более того, да, что может быть проще, казалось бы? Вот тебе сказали, ты вообще не думая, пошел и сделал то, что тебе сказали. Но для нас это очень сложно сделать, что нам сказали. Почему так? А потому что привычка уже у нас выработана в жизни. Что я живу своей головой. Кажется, надо обдумать, да? Да, и вот мне сказал начальник, сделай так. Нет, ну прежде чем делать, я должен подумать. А к чему приведет? Во-первых, приведет ли это к тому, что я буду там пахать на этого начальника? Да, первая мысль. А он тот-то ничего не делает? А он тот сидит, ничего не делает. А почему я должен пахать? Нет, я тоже ничего не буду делать. А чтобы меня не наказали, я найду массу оправданий. Но в итоге-то страдает общее дело. Ведь начальник, он же тоже печется об общем. Да, и человек со своей колокольни, он видит только малую часть, он не может оценить общее. Да, ну представьте, вот если строится дом, там масса работников. Есть прораб, который говорит, этим работникам заливайте фундамент, этим работникам кладите кирпич, этим работникам ставьте крышу, этим там окна, отопление, там еще чего-то. Если работники, какой-нибудь из них скажут, а что это я должен тут пахать? Особенно касается фундамента, то все остальные будут прекрасно работать, но дом развалится. Из-за одного человека, который фундамент плохо сделал для этого дома. Хотя прораб ему сказал. Но он говорит, а что, я сам знаю, как делать фундамент, не надо меня учить, я сам знаю, как заливать, как чего. И так много у нас в жизни происходит, когда построили дом, а он потом трещины дает. Вот это, к сожалению, человеческая самость, человеческое своеволие и непослушание, оно как грабли, на которые мы наступаем чуть нижедневно. К сожалению, это в течение уже многовековых наших человеческих образов жизни можно проследить и в Библии, и в Ветхом Завете это все так же ярко выражено и показано на судьбах человеческих. Ведь Ветхий Завет или Новый Завет – это же не выдумка. Это конкретные исторические жизни людей, которые так же пересекаются с археологией, с какими-то другими описателями истории того или иного века. То есть это все люди, живые люди, которые делали свои ошибки. И мы на их ошибках можем учиться, если мы возьмем их опыт из Ветхого Завета. И там точно так же, если человек не слушался, то ставил под угрозу жизни других и свою жизнь собственную ставил под угрозу. И в конце концов был наказуем так или иначе. Даже Авесолом, сын Давида, царя Давида, как закончил свою жизнь. Он пошел против отца, он решил, что он умнее. Он стал такой же, так сказать, политической дрязгой заниматься и настроил половину государства против царя Давида. Чем он закончил? Не Давида Соломона. Чем он закончил? Он закончил бедой. Его просто расстреляли. А как вообще соотносится свобода и послушание? Свобода и послушание. Ну, первое, так сказать, понимание, самое простое, когда человек говорит, а вот что такое свобода? А свобода – это когда я что хочу, то и делаю. Но это очень поверхностный взгляд. А последствия этого? Ну, вот я там чего хочу, то и делаю. Но ведь за каждым моим действием будет обязательно следствие. То есть вот эти причинно-следственные закономерности, их же мы не можем разорвать. То есть я чего хочу, сделаю, но последствий никаких не будет. Кроме того, сегодня одно хочу, завтра я другое хочу. И да, и вполне возможно, что потом я стану в тупик от того, что я сделал предыдущий день. Зачем же я это делал? Часто спрашивают. Ну, что же я такой глупый? Что же я натворил-то? То есть свобода в сиюминутном смысле – это не свобода. Это глупость. Свобода – это когда человек следует определенным законам жизни. Но что такое свобода на дороге, если приводить ту же аналогию с водителями? Свобода – это ты можешь свободно двигаться в том направлении, которое тебе разрешено ПДД. Правильно? Дорожное движение. Куда тебе надо. И ты совмещаешь это с тем, куда тебе надо двигаться. И тогда не происходит аварии. А если человек считает свободу, а я как хочу, так и двигаюсь, то есть по встречке поеду, пересеку, там, развернусь, где хочу. Это будет авария просто. Скорость превышу, там, или красный свет не буду учитывать, но в него врежутся, его убьет какой-нибудь грузовик. То есть это же не свобода. Мало того, если человек считает, ну, так вот, неразумно, за свободу принимает вот такое полное, так сказать, беззаконие, я так это назову, вот нету для меня законов, и это моя свобода, то в любом случае он от своего естества-то не уйдет. В любом случае есть совесть, которая будет его обличать. И эта совесть его лишит свободы. Ведь он внутри будет, как говорят, совесть, она без зубов, но до смерти может загрызть. Он будет мучиться своей совестью, где он потеряет свободу из-за того, что нарушил тот или иной закон свободного движения. Мы не сотворили этот мир. Этот мир создан Господом по тем законам, которые он в него вложил. И нам он дал эти законы знать, чтобы мы их не нарушали, тогда мы будем жить вместе с этим миром, не противореча его естеству, его естественным законам. Но если человек не учитывает законы всемирного тяготения, он упадет просто, разобьется. Кроме того, есть законы не только общечеловеческие, но и законы для конкретного человека. И вот у нас как бывает, например, нам всё хорошо, когда всё хорошо, но когда что-то происходит, как не нам хочется, у нас начинается внутренний конфликт. А здесь получается, когда человек находится в послушании у Господа, то есть он всё принимает, согласовывает свою волю, с волей Божией, и всё у него всегда хорошо. – Ну, конечно. Когда человек действует по воле Божией, он опирается на премудрость Божию. А Господь, он вне времени, он знает, что будет за горизонтом. И не только горизонтом земным, но и временным горизонтом. То есть во времени Господь тоже не ограничен. И Господь знает, что будет через год, через 10 лет. И то, что человек сейчас делает по воле Божией, через 10 лет ему принесёт дивиденды, ну, как это в миру любят говорить, выгоду принесёт. Хотя на этот момент человек не понимает, зачем мне это надо, для чего это. И наоборот, если человек не опирается на премудрость Божию и не соблюдает законов божественных, он обречён рано или поздно, через год, через 10 лет, через 20 лет, стяжать все свои ошибки на свою голову. Они все к нему вернутся, как та волна, которая бросила камешек в воду. Волны все вроде пошли в сторону. А потом опять вернулись в эту же точку, отразившись от других предметов, от стеночек и прочего. И все вернулись к этому же камню, к этому бросающему камень. То есть мы должны всё-таки понимать и доверять Божьим промыслу, Божьей премудрости, что не просто так Господь нам говорит ту или иной запад, тот или иной закон нашей жизни. И тогда мы будем плыть как бы в течение божественного промысла об этом мире. Если же мы не соблюдаем, мы начинаем плыть против течения. Против течения мы много сил потратим, мы всю свою жизнь потратим на это, но в итоге всё равно это течение нас принесёт в ту сторону, которую Господь хочет. Это показало ли события даже нашего государства. Ну вот разрушали церкви, уничтожали священников, боролись с религией. На это потратили огромное количество времени, сил и жизни человеческих. Сколько расстрелянных, сколько убитых в концлагерях. Ради чего? Что? И что сейчас? И всё равно всё это вернулось, всё равно обязательно Божий промысел вернул то, что Богу угодно. Потому что ну как с Богом бороться? Ну церковь, брата, ада не одолеют. Конечно. То есть мы видим даже на этом простом примере, что вот всё государство включилось. И говорили нам там, что покажу в 80-м году последнего священника, покажем по телевизору, как он отрекается, и на этом закончится вообще история церкви. И чего? Тот человек, который боролся с церковью, и те сотни людей, которые потратили всю жизнь на это, они в могилках лежат. А церковь как была, так и есть. И будет. И будет, конечно. Ведь борьба против церкви не только среди людей, своевольных, гордостных, но и среди бесов. Они же тоже борются с нами. И они живут, так сказать, уже многие тысячелетия, и борются из поколения в поколение церковь, и чего? А церковь как была, так и есть. Да, и кроме того, у всех подоплёк, даже те же политические накалы, они всё равно всё идёт, это уже поверхностная вся вот эта вся ситуация, а всё идёт, это борьба против веры, в первую очередь, да, это борьба бесов, чтобы... Ну, конечно же, конечно же. Ну, есть ведь знаменитая фраза Римской империи, разделяй и властвуй, да. То есть, чтобы властвовать над нами, над нашими душами, бесом, да, в данной ситуации, то надо что? Надо отвлечь людей от спасения своей души. Чтобы они не молились, а ходили на улицу там и скандировали что-то там в этих, в массовых каких-то скоплениях. Чтобы они не свою семью строили, а сидели потом в автозаках куда-то, их везли там, в тюрьмы сажали, за то, что они против власти пошли. Чтобы они не строили государство, а разрушали его, потому что, ну, мы видим, к чему в дальнейшем приведут эти все, что произошло на Украине, что произошло там в других странах, где всё так же начиналось якобы мирными митингами. Потом это всё вырастало в убийство и в разрушение государства. Что произошло с Российской империей в 1917 году? Что там было? Тоже сначала мирные демонстрации, а потом братоубийственная война, в которой 30 миллионов погибло, которая разрушила всю инфраструктуру, все заводы встали, все предприятия были покинуты просто. И пришлось всё это потом восстанавливать. И зачем, зачем наступать на те же грабли? Поэтому, конечно же, ни в коем случае нельзя допускать смуты и в душе своей, и среди людей. А смута, она приходит от бесов и от врагов нашего государства. То есть, вот эта неудовлетворённость. Хотя, в принципе, сейчас у всех всё есть. Машины есть, айфоны есть. Есть такая фраза. Кто митингует. Да, наш аппетит приходит во время еды. Чем больше человек имеет, тем больше он неудовлетворён. Вот вспоминая наших бабушек и дедушек, они были удовлетворены той жизнью, у них не было машин, они радовались велосипеду. Они радовались конькам, лыжам. Ой, я лыжи купил себе, теперь на лыжах зимой покатаюсь. Они радовались простым человеческим каким-то радостям, семейному счастью. Вот у меня внуки, дети. А сейчас люди от этих ценностей вечных, от детей, от внуков, уходят в какую-то совершенно непонятную, непредсказуемую, ничего не дающую ситуацию с революционным настроем. И к чему это приводит? Приводит только к потере всего. Как это, опять же повторюсь, это было у нас. Вот посмотрите историю 17-го года. Сто лет назад. Что было? То же самое. К чему привело? К разрушению государства. К деградации всех наших человеческих взаимоотношений, вплоть до убийств, грабежей и насилия. И зачем? Когда работали не за деньги, а за палочки. Когда тирания только могла вытащить наше государство из анархии. Это же еще Аристотель сказал, что есть законы развития государства. Аристотель тысячи лет назад он сказал, что государство двигается по своим ступенькам. И вот из анархии государство может выйти только тиранией. Если нас сейчас в анархию введут, то за ней будет тирания. А перед анархией демократия. А перед демократией олигархия. А перед ней уже более высокие формы управления государством. Это аристократическое управление или царское потом управление. А потом теократия. То есть высшая форма управления это когда народ управляется не конституцией, а заповедями божьими. Это теократия. Это управление богом государства. Это в Ветхом Завете был момент, когда государство израильское было управляемо Господом через пророков. Потом начали деградировать нравственность в народе израильском. Они стали скатываться, стали царями управляться. Потом от царей к расколу пошел дальше уже аристократия, олигархия и демократия и прочее. То есть мы сейчас в какой точке этой шкалы Аристотелевой находимся государством. Вы сами можете посмотреть. И, конечно же, хочется, чтобы мы вверх поднимались по ней. К тому, чтобы государство управлялось законами нравственности, законами божьими, а не человеческой выгодой и обманом. Часто люди неверующие считают, что вера нужна только слабым людям, а сильно люди сами справятся со своими проблемами. Действительно, есть такое расхожее мнение, и оно основано, наверное, на ложном представлении о вере. Если этим людям назвать такие факты из истории, как наши полководцы, тот же Александр Невский, он был верующий человек. Посмотрите, что он сделал. Посмотрите, какие величайшие силы в нем были, чтобы наше государство защищать, чтобы его преобразовывать в лучшую сторону. Если брать науку, то Павлов верующий человек, Менделеев верующий человек, какие нужны силы ума человеческого, чтобы таблицу Менделеева, то есть это фундаментальное открытие для... А мученики наши... Если брать... Да, дальше я развиваю. Если брать духовную такую войну, то мы видим мучеников, которые были беззащитны перед угнетателями своими. Их мучили, но их вера была сильнее мучителей, потому что они с ними ничего сделать не смогли. Они так и не отреклись от веры, и они ушли победителями из этого мира. И мало того, на крови этих мучеников были тысячи, если не миллионы выращены потом верующих людей. То есть был один верующий, а стало тысяча. Потом убили тысячу мучеников, стал миллион верующих. И чем больше мучеников было, тем больше становилось верующих. Это история Римской империи. Почитайте, как происходило воцерковление Римской империи, как от гонителей, диоклетианов и прочих, к Константину Великому Римской империи пришла, когда он объявил православие общеимперской общегосударственной религией. То есть от гонимого православия при диоклетиане и прочих, там, Нероне, Константин Великий пришел уже вся Римская империя стала православной. Как? Через мучеников. И это что, это слабые люди? Нет, это совсем не слабые люди. Это перечень сильных людей, ну, ушаков. кто будет спорить, что это величайший флотоводец всех времен и народов, который был верующий человек, который с помощью своей веры побеждал во много раз превосходившие силы турецкого флота или других. как это объяснить? Только верою. Без веры он бы ничего не сделал. Кроме того, да, и признать свою неправоту, свои ошибки, свою немощь, для людей это тоже нужно набрать смужество, даже наисповедь подойти к священнику. Да, если частный случай рассматривать, то человек, когда видит свою ошибку, он, ну, если слабый человек, он закрывает глаза, нет, нет, ничего не было, и начинает даже раздражаться, когда ему говорят, да нет, поклёп и клевета, да, человек злится начинает. А если человек верующий, он благодарит, скажет, спасибо, что вы мне хоть подсказали, что я действительно там ошибся. Идёт и исповедуется, и изменяется в лучшую сторону. Эта сила нужна, чтобы измениться в лучшую сторону. Сила не физическая, не умственная, а духовная сила. Это уже другое совсем понимание силы веры. Ну, горы можете представлять. Если веру будет иметь зерно горушечное, горчичное зерно, это сам Господь говорит. И вера апостола Петра дала ему ходить по воде. Как это так? А вера его же, апостола Петра, в другом моменте воскрешала мёртвых. Это какая же сила в вере тогда заключается? И кто говорит, что это слабость? Да, добрым может быть только сильный человек, да, и попробуй перебори свой гнев, кто к тебе там неблагожелательно относится, там нахамил, попробуй в этот момент ему ответный сказать. Это тоже сила воли нужна? Сила веры, только не воли. Воля к вере. Да, да, воля, она, это как бы всем присуще, сила воли, да, сила есть, воля есть, а сила воли нет, да, когда алкоголик спрашивает, что ж ты не бросишь пить-то? Ну, сила воли-то есть, но есть сила, есть воля, есть сила воли, Вот то же самое здесь, сила воли, она как раз от веры и укрепляется. То есть, если человек верующий, то и воля у него крепкая. Если человек неверующий, откуда черпать силу для нашей воли к изменению в лучшую сторону? Ниоткуда. Поэтому здесь вот этот вот термин, что мы все верующие слабые, но это очень легкомысленный термин. Да. Несколько слов о послушании. У нас не очень много времени, осталось нам минуту-две. Ну, о послушании, наверное, детей родителям, да, до какой степени здесь и роль родителей распространяется? Родители отвечают пред Богом за воспитание, за образование детей своих. Мало родить. Нужно еще сделать все, чтобы эти дети рожденные, конечно же, спаслись. Чтобы они не в ад пошли. Родить ребенка для ада это грех, за который будут родители сам отвечать пред Богом. Он сказал, я тебе дал ребенка, ты просил, я тебе дал. Куда ты его, так сказать, определил? В каком направлении он стал двигаться? Стал повторять за тобой твои грехи, ты пьешь, и он стал пить. Ты куришь, и он стал курить. Ты матом ругаешься, и он матом ругается. Ты, так сказать, согрешаешь блудом, изменяешь супругу или супруге. И он так же начал. То есть, это же родители показывают пример детям. То есть, если родители живут благочестиво, то и дети благочестиво живут. Если родители живут неправедно, то и дети. То есть, мы видим это фраза прямо в Священном Писании. Дети грешников погибнут. Блаженны, счастливы, дети праведников. И кому Господь противится? Гордым Господь противится. Смиренным посылает свою благодать. Поэтому, если мы растим детей смиренных, а смирение без послушания невозможно достичь. То есть, если дети послушные, а послушность детей зависит от благочестивой родителей, то другого пути нет. Наша передача сегодня завершается. Благодарим вас, отец Мини, что вы к нам приехали. Приезжайте еще. Спасибо Господи. До свидания. До свидания. На сегодня все. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok